В среду первая седмица Великого Поста святейший патриарх Кирилл совершил повечерие с чтением Великого Канона преподобного Андрея Критского в Савино-Старожевском монастыре в Подмосковье. Чтение третьей части Великого Покаянного Канона Андрея Критского патриарх Кирилл совершил в древней святой обители преподобного Сава Звенигородского чудотворца, который был одним из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. Савино-Старожевский Ставропегиальный Морской Монастырь был основан в 1398 году на высоком берегу реки Москвы на горе Стороже, которая была оборонительным укреплением Московского княжества. Возводили обитель по просьбе Звенигородского князя Юрия Дмитриевича, второго сына Великого Московского князя Дмитрия Донского. За богослужение вместе с предстоятелем Русской Церкви молились в этот день наместник обители архимандрит Сава Фатеев и братья монастыря. У тропа Бога нам родит воображенно по нам, Его же, яко Создателю всех, моли Богородице. По завершении богослужения патриарх Кирилл обратился к молящимся с первосвятительским словом, которое в этот раз посвятил Великому посту и молитве. Его святейшество предложил каждому сосредоточиться на самом главном и понять, зачем мы постимся и какие цели перед собой во время поста ставим. Люди связывают с постом изменения к лучшему своению жизни. В первую очередь внутренней жизни, а как следствие той и внешней жизни, которая нас окружает. Во время поста используются совершенно конкретные способы и средства достижения для цели. Мы воздерживаемся от пищи скоронной. Мы призываемся к тому, чтобы в большей степени, чем вне поста, совершать добрые дела, дела милосердия. И, конечно, мы призываемся к особой молитве. Молитва, по словам святейшего, это то, что определяет религиозный образ жизни человека. И если даже мы философски допускаем бытие Божие, но при этом не молимся, то это остается лишь теорией. Ее нельзя применить на практике до тех пор, пока человек не вступит в живой и реальный контакт с Богом. И этим каналом связи является молитва. Каждый день нужно молиться. Не обязательно слишком долго, потому что всякое бывает в жизни. Кто-то на работу спешит, у кого-то какие-то еще обстоятельства. Но важно сознавать себя пред лицом Божиим. И даже в течение дня не один раз обращаться к Господу. Во время учения, учебы, во время работы, в трудном разговоре, в тяжелых обстоятельствах. Нужно взять паузу и помолиться. И когда мы будем получать ответ на эту молитву, то поймем, что лучше умереть, чем три дня и молиться.